Бывшего вице-президента и одного из главных вероятных кандидатов от демократов на следующих выборах президента Джо Байдена обвинили в чем бы вы думали в харассменте. Что же произошло? Во время предвыборного митинга, причем не сейчас, а пять лет назад, еще в 2014 году, Байден поцеловал в затылок представительницу своей же демократической партии. Сделал он это без ее согласия и вот сейчас, спустя пять лет, эта женщина ему припомнила всю эту историю. Кать, что происходит вообще? Ах, даже неловко, неловко мне об этом говорить. Андрей, скажу я тебе совершенно честно, поскольку страна-то хорошая, Соединенные Штаты Америки, а вот такие происходят нелепые истории. Сегодня еще и вторая обвинительница появилась, должна тебе сказать. И, честно говоря, трудно рассказывать об этом без смеха. По крайней мере, когда мы эту новость обсуждали, я хохотала на всю редакцию и мешала коллегам работать, за что приношу им всяческие искренние извинения. Дело в том, что вторая девушка в подробностях рассказала, как Байден без ее согласия потерся с ней носами. И это 10 лет назад. Это не шутка, я держусь. Я обещала себе, что я не буду хохотать снова, но это поразительно. Я себе просто представила ситуацию, и мне стало ужасно смешно. А с тобой никто терся носами 10 лет назад из поставленных представителей? Трется носами мой сын каждый день, и в этом нет абсолютно ничего плохого. Я поддерживаю всеми силами, но когда я представляю Джозефа Байдена, который трется, ладно. Что касается основной истории, то главная героиня, к слову, красивая статная латиноамериканка Люси Флорес из штата Невада, бывший член Ассамблеи этого штата. Так вот, 5 лет назад, в 2014 году, она выдвигалась вице-губернатора Невады. Байден помогал ей с компанией, они состоят в одной партии. Он приехал ее поддержать. И вот Джозеф Байден подошел к трибуне, приобнял Люси Флорес и поцеловал ее в затылок. Вот как она это описывает. И вот теперь, друзья, на вопрос, является ли для Байдена эта история дисквалифицирующей, да? То есть, выведет ли она его из игры? Люси Флорес утверждает, что да, именно так. Из-за этой истории Джо Байден должен повести себя как настоящий мужчина и снять свою кандидатуру. Он пока, кстати, не выдвигался официально, но все считают, что выдвинется со дня на день. И Люси убеждена, что с таким поведением идти в президенты просто недопустимо, Стас. Я думаю, что нам нужно начинать каждый неусток со слов «Россия, страна-то, конечно, хорошая, но...» Соединенные Штаты, страна-то, конечно, хорошая, но... Потому что, ну, действительно, это как бы зеркальная совершенно история. Там один идиотизм, здесь другой идиотизм. Вопрос в том, как идиотизм отражается на жизни обыкновенных граждан. То есть, если тот идиотизм, который мы обсуждали раньше в России, может действительно обернуться серьезными сроками, тюремным заключением и преследованием очень конкретных людей, журналистов и не только, то здесь, ну, я не знаю, чем все может обернуться, бред какой-то. Но, кстати, ты забыла давать еще одну маленькую подробность из рассказа Люси Флорес. А именно, по ее словам, особое смущение девушке вызвало тот факт, что у нее в тот день были немытые волосы. И что она думала, цитата, «Боже мой, вице-президент США сейчас понюхал мои невымытые волосы». А потом она подумала, опять цитата, это я говорю, «Какой черт он нюхает мою немытую башку?». Конец цитаты. То есть, на секундочку, представьте себе, что у нее были вымытые волосы, чистые волосы. Может быть, тогда ей было бы приятно, если бы он их понюхал, прикоснулся или еще что-то. То есть, получается, что она возмутилась и придала все это огласке именно потому, что волосы у нее были немытые. Она подумала, что это ужасно. Я, конечно, как мужчина, нахожусь здесь в невыгодной ситуации. Меня легко можно обвинить в гендерной солидарности с президентом, вице-президентом США, всей этой публикой. Но все эти чувственные признания госпожи Флорес достойны, на мой взгляд, записи в личном дневнике, в страниц, в женском романе, в крайнем случае, юмористического номера, но никак не серьезного обсуждения. При всем уважении госпожи Флорес и ее сильным переживаниям по поводу немытой головы. Кстати, почему она ее не мыет, на самом деле? Неужели сложно в Соединенных Штатах? В 2014 году это было не можно. Осуждение всей страны и принуждать, собственно говоря, народ Байдена к извинениям. Объясните мне, человек, которому уже за 70, много чего сделал в своей жизни. Как вообще можно судить его, выносить ему какой-то приговор, даже общественное осуждение за то, что он на публичном мероприятии, кстати, обращаю внимание, не где-то в темной комнатке в лифте, а на публичном мероприятии по-отечески поприветствовал молодого политика. И, кстати, та вторая история про то, что Байден терся носом, ну вообще, мне кажется, кстати, вот тут я понял, что должно произойти. Мне кажется, на всех должны подать в суд эскимосы. Ну вы знаете, да, мы с детства своим детям рассказывали, что они здороваются, объясняются в любви именно этим способом, трутся носами. Причем тоже на глазах у всех. И вот сейчас, когда эта тема обсуждается в негативном контексте, с негативной коннотацией, мне кажется, самое время для эскимосов подать в суд за политическую некорректность на всех ее участников. В том числе нас, кто так активно эту историю обсуждает. Да. Татя, я должна просто тут на секундочку буквально заметить и вмешаться, почему мы так серьезно это обсуждаем сейчас. Как будто, Андрей, у меня есть ощущение, что Стас недоволен тем, что мы предложили ему эту тему вообще проговорить. Да нет, я счастлив, весело, безумно. А история в том, что я должна вам сказать, что Джозеф Байден это не какой-то проходной политик, бывший вице-президент или кто-то еще. Именно этот человек, но он сейчас вот не лидирует, он не лидировал еще пару недель назад в рейтинге потенциальных кандидатов-демократов, потенциальных и существующих, объявивших уже о своем решении кандидатов-демократов. Он был на первом месте, сейчас Камала Харрис на первом, по последним рейтингам он по разным данным, то ли на втором, то ли на третьем месте в пятерке, собственно, претендентов на главный пост в Соединенных Штатах Америки. И что самое интересное, Джо Байден это не просто один из кандидатов, пусть и популярный, это человек, который, по мнению американской публики, продвинутый, должен стать самым сильным противовесом, самым сильным конкурентом для Дональда Трампа. Почему? Потому что Джозеф Байден это центрист, это человек, который не склоняется в радикально левую сторону, как это делают некоторые представители Демократической партии, под предводительством Александрия Акасио-Кортес, там, Элизабет Уоррен, например, отличается вот этими перекосами совсем уж радикально влево. И Джозеф Байден, он должен, по идее, представлять интересы центристов, умеренных, здравомыслящих, озонных человек. Конечно, то есть нюхать исключительно мытые волосы, нечего прикасаться к ним, это волосы. Но именно поэтому, это такой подкоп, вы не представляете, что творилось вчера на Fox News. У меня просто волосы дыбом стали чистые, должно сказать, мытые, вполне себе. Но это поразительно, что творится, Андрей, тебе слово. Ну, Кать, на самом деле, кроме как самой госпожи Флорес, насколько я понял, никто от Байдена не требует свернуть немедленно свою политическую деятельность, уйти из политики. И максимум хотят извинений, при этом все понимают, что действительно, как ты совершенно верно сказала, в этой истории много политики. Даже сама госпожа Флорес признавалась, что не хотела бы участия Байдена в выборах. В первую очередь, потому что считает его взгляды не слишком прогрессивными, центристскими, по всей видимости, она считает. Она, к слову, сама сторонница Берни Сандерса, что на самом деле многое объясняет. Но вот совершенно верно, ты сказала про Fox News, меня удивляет то, что соперники Байдена тут же подхватили и стали использовать это в политической борьбе, чтобы расшатать его политические позиции. Но да, еще более удивительно, конечно, поведение республиканцев, Fox News, там эта тема действительно все время в эфире. При том, что кто-кто, а уж республиканцы вообще, ну мы знаем, довольно часто страдают от подобных обвинений в их адрес. И более того, их партия считает, что извиняться неправильно, что это все либеральные штучки, либеральные слабости. Но вот мы видим, как возник повод, и они с абсолютной легкостью заняли позицию обвинителей. Что по меньшей мере странно все-таки. Ну, на самом деле, я вот вчера слушала Шона Хеннити, друзья, но это просто, это же действительно, это достойно того, чтобы записывать в учебники по истории. Я уж не говорю про учебники о журналистике в разделе «Как нельзя делать никогда». Шон Хеннити, это один из самых популярных ведущих на телеканале Fox News. Вот он, например, назвал Джозефа Байдена каким-то там гадким старикашкой, Джо и так далее, так далее. Вы видели, как он себя ведет? И так далее. Эйджизм чистый, Ваня. Только в одном мне право, коллеги. Все-таки Байдена никто не обвиняет в харассменте. Это надо подчеркнуть, возвращаясь к серьезной части нашей беседы. Даже сама Флора сказала, что речь не идет о домогательствах, это злоупотребление личным пространством. А представитель Байдена сообщил, то, что у нее есть возможность заявить об этом, меняет наше общество к лучшему. Конец цитаты. Это уже хороший результат для всех нас, особенно для американских женщин. Попытаюсь я внести немного позитива в нашу эту дискуссию с вами. Отзвучало совершенно, конечно, не по-фигниски. Давайте будем это обсуждать. Ну смотри, только Нэнси Пелоси, спикер палаты... Пелоси, она Пелоси. Пелоси, да? Пелоси все-таки. Черт, это просто мое олдскульное воспитание. Мне хочется произнести все на англосаксонский манер фамилии. А я забываю о том, что страна тоже совсем другая. Здесь Пелоси значительно больше, чем Пелоси. Так вот, спикер палаты представителей тоже отчитала Байдена, заметив, что он должен пересмотреть свое поведение. Никого больше не целовать и держаться в политике приветствий. Бедный, он уже и не будет. Кому же мы целовать? На расстоянии вытянутой руки. Ну то есть тем самым она признает, что кандидаты, соперники Байдена, да и даже республиканцы, они признают, что да, всерьез надо это обсуждать. Вместо того, чтобы сказать, ну да, Байден старомоден, ну нарушил чье-то лишнее пространство. Ну черт возьми, они всерьез обсуждают, что никого нельзя притянуть и поцеловать в голову. То есть сейчас, наверное, Байдена это простят, но инцидент, прецедент создан. И все оказывается, и это теперь предусудительно. Значит, в следующий раз людей реально будут снимать, увольнять с работы, называть едва ли не насильниками за ровно то, что называется вторжением в личное пространство. Если сейчас это просто осуждается, то завтра это может рассматриваться как преступление. И прости, Кать, я считаю, что ты мне сказал, что Стас недоволен тем, что мы эту тему взяли. Я считаю очень правильно, что мы ее взяли именно после российской истории с оскорблением власти. Потому что на самом деле, на мой взгляд, все это абсолютно одного поля ягоды. Что закон о оскорблении чувств верующих? Что потенциальный закон, который, возможно, примут закон о сакральности власти? Что в данном случае закон о нарушении личного пространства? Потому что все это связано с личной человеческой обидой. И, извините, с огромным человеческим эго. Вот у девушки немытые волосы, вот ей показали, что вторжение в личное пространство. Она оскорбилась, обиделась. И дальше вся страна обсуждает это вместо того, чтобы на самом деле заниматься решением серьезных проблем, которых и у Америки хватает. Про Россию вообще молчу. Но на самом деле, конечно, Байдену не помешает в следующий раз спрашивать разрешение. Если он захочет кого-нибудь поцеловать в макушку, ну, людям, возможно, кому-то что-то не нравится. Это понятно. Помните, мы как раз обсуждали в эфире компанию, по-моему, это была компания Тед Бейкер, где принято было обниматься. Это было записано в уставе этой фирмы, да, что вот люди должны демонстрировать дружеские чувства. И объятие является обязательной частью, в общем, деятельности в компании. Но в результате, по-моему, даже генеральный директор был вынужден или президенту идти в отставку в этой связи. Людям действительно не нравится, когда в их личное пространство вторгаются. Но просто это не тот случай. Вообще, конечно, Стас, ты кое в чем прав. Судя по тому, что можно по американскому телевидению увидеть, многие действительно боятся лишний раз даже задать вопрос этой Флорес, да, почему она решила выступить вот буквально в преддверии выдвижения кандидатуры Байдена. И нет ли в ее действиях политического мотива? Таким вопросом очень многие вообще не задаются, потому что боятся или стесняются. Некоторые ведущие даже признаются, что, мол, да, за такое поведение, как у Байдена, их могли бы и уволить. И вот здесь есть, конечно, важная тема, о которой мы вряд ли успеем подробно поговорить в рамках сегодняшнего нюстока, но все-таки я коротко коснусь, это называется виктимхуд, да, культ жертвы в своем роде. Проще быть обвинителем, чем обвиняемым. Проще встать на защиту жертвы, чем высказаться вопреки новому мейнстриму. И мы видим, что статус жертвы в американском обществе возрастает, это подобная удобная ролевая модель. И на самом деле мы не знаем, думала ли об этом Люси Флорес, когда решила выступить со своим обвинением, но она совершенно точно попала в это понятие культа жертвы, попала в тренд. Потому что, как и сказала, что ей лишний раз там боятся задать вопрос, даже если он и напрашивается. Это проявление вот той реальности, в которой мы сейчас живем. Ну или вспомним недавнюю историю с актером Джуси Смоллетом, да, вот фактически доказано, что он хотел использовать историю с фальшивым нападением на себя же, для того, чтобы ему повысили зарплату, дали роль побольше, да и вообще подняли социальный статус. Он это сделал и до сих пор спорят в американском обществе, правильно ли, что он сейчас не будет никаких отбывать сроков, с него сняты все обвинения, и он приспокойно сидит у себя дома и играет, наверное, в сериале «Империя». Ну, коллеги, я хочу сказать, что если почитать, что пишут в интернете про Джуси Смоллета, то его многие оправдывают, винят кого угодно, там, не знаю, полицию, Дональда Трампа, Господа Бога, предрассудки против меньшинств, да кто угодно виноват, кроме самого Смоллета. И, по-моему, коллеги, мы должны признать, что это однозначно плохо. Если мы с вами говорим о цензуре в России, которую осуществляет государство фактически, то здесь не имеем ли мы дела с цензурой, которую в Америке навязывает, что ли, определенная часть общества? Ну, слушайте, ну это ненормально, когда нужно думать о каждом своем слове, действии, буквально каждом, опасаясь, что тебя иначе в чем-то обвинят, заклюют и так далее. Андрей, ну здесь не совсем с тобой соглашусь. Мне кажется, что осознанные разговоры – это штука чрезвычайно важная. Как говорили в 90-х, базар надо фильтровать, надо думать, о чем ты говоришь и как ты говоришь, какие слова ты употребляешь. Но я абсолютно прав в том смысле, что все эти истории, причем что российское государство, повторю, что то, что сейчас происходит в Штатах, имеют прямое отношение к уязвленному самолюбию и, если среди наших зрителей много верующих, извините, к гордыне. А все это такие штуки, ну, довольно неприятные. Мне кажется, что гордыня, что уязвленное самолюбие – это удел слабых людей, неважно, во власти или в нас, в обыкновенных простых смертах. Поэтому не надо слишком серьезно относиться к себе. Вспоминаем гениальный фильм гениального Мюнхгаузена, гениального Горина, гениального Янковского. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Что тут еще можно сказать? Прекрасное, мне кажется, завершение нашего сегодняшнего разговора, Андрей. Но все-таки, если попробовать резюмировать всю эту нашу дискуссию сегодняшнюю, то должна сказать, что все-таки нет прямой параллели с тем, что происходит в России, с тем, что происходит в Соединенных Штатах Америки. За то, что Джозеф Байден кого-то чмокнул в макушку, ему не грозят ни запреты, ни изгнания откуда-то, все-таки пока, по крайней мере. И ему не грозит массовое общественное осуждение. Некоторые люди, да, действительно решили, что это недопустимое вторжение в личное пространство, но по большому счету, если не считать Fox News, в целом все, конечно, хихикают и понимают, что это такая глупость, господи, пожилой человек решил вот так по-отечески поддержать свою подопечную. В этом нет никакого преступления и никаких проблем. Давайте все-таки не будем сравнивать это с тем, что происходит в Российской Федерации, где законодательно запрещено оскорблять представителей власти. Это, пожалуй, очень опасный, очень тяжелый для страны тренд, который вполне всерьез мы обсуждаем и будем обсуждать. Надеюсь, поводов будет меньше. Катя, не могу не согласиться. Америка не Россия, Роскомнадзора у вас даже нет.